друзья всем привет с вами схема сборки и сегодня обзорная серия по готовой модели lotus type 49 и я не знаю как так получается но мне удалось сделать одну из самых красивых как мне кажется моделей самых душевных чтобы было понятно но при этом напичканную множеством всевозможных косяков я даже не могу сказать что в ней получилось хорошо наверное только правая выхлопная труба поэтому я постараюсь сегодня рассказать немного о том с какими трудностями столкнетесь вы при работе с этой моделью и буду надеяться что у вас получится все хорошо чем же основной подвох как мне показалось эта модель лотоса одна из первых уэбра потому что когда я только открыл коробку то было заметно что качество литья совсем не то то есть она кардинально отличается от того что мы встречаем в поздних моделях тех же лотосов в поздних моделях макларенов и вот это первое впечатление она не подвело модель очень плохо стыкуется я читал в комментариях что вот о чем ты не собрал я сначала потом бы ну смысле там на скотч на какой-нибудь клей который можно отодрать это нереально сделать потому что сам кокпит несмотря на свою простоту обычная сигарообразная формула 60 он состоит из пяти деталей которым крепится снизу еще две и все это должно держаться на непосредственно монококе то есть принципе прикинуть можно как она все будет стыковаться но потом вам эти детали все равно нужно будет грунтовать красить покрывать лаком и те самые доли миллиметров которые сделали бы модель идеально они исчезают не скажу что это очень критично умелые руки возможно с этим справятся но это большой риск для модели прорабатывая всю внутреннюю детализацию над вами постоянно будет висеть домоклов меча как же у меня получится сам обтекатель и вы не узнаете этого пока не перейдете к финишной сборке ну как-то я начал все с косяков да с косяков ими наверное продолжу это передний обтекатель огромная проблема огромный геморрой на этой модели дело в том что он просто не одевается сама передняя подвеска устроена так что она находится под очень сильным напряжением и когда ты вставляешь туда колеса в колесах вообще отдельно она просто не держит всю эту систему с тормозным диском просто приходится все это делать на клей я другого выхода не нашел а потом когда ты пытаешься ставить нос он не налази я точил я срезал ножом но все равно плотно насадить нос не получилось я нашел несколько причин здесь идут трубки которые держат радиатор и по сути с отстегнутым носом все это выглядит красиво детализировано но нельзя знаете и рыбку съесть и ну можно моделизме можно но редко поэтому как я понял нам предлагается либо делать терп сайт то есть нос прям сажать на клей четко подгонять либо делать внутряночку и нос будет лежать отдельно но можно его нацепить там чтобы показать как модель примерно будет выглядеть в собранном состоянии у меня не получилось ни того ни другого я в итоге просто отрезал радиатор ребят да я просто отрезал радиатор отрезал и приклеил его в носовой части в надежде что нос сядет хорошо он сел намного лучше но не идеально тут сразу отмечу что фоточки из интернета где обтекатель выглядит прям супер-пупер это модели 12 масштаба там где все это можно подогнать реально там где все это стыкуется совсем по-другому и производит эту модель другая фирма про подвеску я вам рассказал про нос я вам рассказал задняя подвеска ох но тут сразу отмечу что двигатель dfl к нему в принципе я уже привычен и проблем особых не было задняя подвеска тут я не понял с тормозными дисками судя по всему какая-то проблема потому что на схеме они показаны в одной конфигурации но если так пытаться их приклеить установить на модель то там неправильно все это не становится даже не совпадают специальные пазы которые нужны для установки в итоге мне пришлось их срезать установить задние диски совсем по-другому вы только внимательно меня слушайте потому что я говорю о своих ошибках я не говорю о том что срезать нужно будет вам возможно у вас станут возможно у меня какой-то брак я не знаю и потом уже устанавливать сюда колеса но колеса выбора это отдельная песня хромированные диски этот хром который находится на самих штырьках которые но вы поняли до входят и выходят он просто ни в одной модели эбра не позволил мне поставить колеса по-человечески единственные модели где встречал хорошие колеса это старые томи где болтиками помните так закручиваются вот они держатся офигенно у эбра система другая просто там идет штырек его физически насаживаешь в дырку не побоюсь этого слова и на этом колесо и держится ну вот во первых этот штырек не влазит никогда из-за хрома не знаю или из-за чего там еще облой у него на кончике всегда есть в итоге пришлось из-за того что передние колеса просто отваливались они не хотели держаться на подвеске из-за того что на задних колесах диски тормозов у меня приклеены совсем не так как это показано в схеме я приклеил колеса другого выхода у меня просто не было я сегодня побью рекорд по косякам ну что еще страшного в принципе ничего остальное все великолепно единственное что у меня лично произошло это непонятки с цилиндрами но с форсунками цилиндров они получились кривые то есть мне не удалось добиться ровных рядов поначалу вроде удалось потом я начал клеить трубочки бензопроводов которые клеят не все и это не подразумевает сама модель начали немножко расшатываться у меня цилиндрики поправлять их нет возможности потому что если ты поправляешь форсунку то отваливается проводок если ты управляешь проводок то у тебя искривляется форсунка и так далее потом я изготовил на них сеточки сверху кто не в курсе сейчас покажу вот такие сеточки продаются в табачных магазинах я просто сказал дайте мне сеточки для трубки для курительные трубки обычной старомодной трубочки и там несколько этих сеточек и в принципе такого набора хватает на одну модель а стоит он вы сейчас упадете вы же знаете сколько допы на модели стоят да но за такие форсунки вы бы отдали там тысячи две ну полторы хорошо без доставки стоит эта фигня 15 рублей ну что я вам столько всего плохого рассказал об этой модели давайте поговорим о хорошем я готов ей петь песни у меня знаете какое было ощущение что эта модель будет маленькой хиленькой ну какой-то как чуть ли не картинг нифига это реально большая формула 1 not maclaren может быть чуть-чуть побольше будет чуть-чуть она широкая она это полноценный болид в котором чувствуется мощь он со всех сторон выглядит прикольно офигенно он выглядит сзади кстати именно на этой модели я решил перестать ломать себе голову с хромом во первых на самом оригинале было все блестящее во вторых ну не смог я найти ответ на вопрос о хроме не смог я найти модели которые бы полностью ребята перекрашивали все мельчайшие детали представьте вот таких маленьких деталюсик трубочек по трубочков снять хром положить туда грунт черную базу сверху все это про хромировать а потом все это кривыми пальцами еще пытаться приклеить и чтобы все это не облезло нет мне очень нравится как она выглядит заводском хроме все блестит все ровненько я доволен я доволен и наверное впредь по крайней мере до того момента как я дойду до какой-то стадии просвещения модельного я буду делать так неблагодарное дело давать советы но так как у нас блок для начинающих моделистов я вам сразу хочу порекомендовать просто ребят не ломайте себе голову не забивайте себе мозг пока вы начинающий моделист работаете с заводским хромом позже когда вы уже освоите это дело на все там как вам будет казаться сто процентов пожалуйста покупайте краску за 800 рублей к ней базу за 800 к ним растворители за 800 и делайте там одну трубочку которая будет блестеть чуть чуть лучше чем заводской хром если захотите на начальной стадии не парьтесь я вот признаю вот эту ошибку что полез я в этот хром сам не знаю зачем понакупал не тех красок никто ничего толком сказать не может потому что информацию людей мало но это я опять ныть начал мы вернемся к хорошему до модель модель которая готов петь песни выглядит блин как музейный экспонат вот честно ставишь ее в футляр и просто охренеть можно из того как она смотрится вот в задней части спереди как смотрится новости не обращать внимание на чуть-чуть кривые колеса то есть принципе если бы у меня сейчас стоял выбор собрать еще одну модель из 60-х и современную формулу не я бы собрал современную но и эту бы не забрасывал честно но правда рынок нам предлагает мало альтернатив из этой эпохи есть у фирмы томия honda есть почти такой же лотос но более ранний он интересен тем что там нет еще двигателя dfw пожалуй все есть lotus type 49 той же ebro в другой немножко комплектации в раскраске уже с антикрылов так что эти модели помимо всего они еще и уникальны я понимаю красоту когда у вас стоит там 10 ferrari начиная с 90-х заканчивая двухтысячными от fuji me например но вот вот эти модельки 60-х они всегда выделяются в любой коллекции из дополнений которые бы я рекомендовал к этой модели ну во первых традиционный мой доп это алюминиевый скотч которым немножко удалось оживить двигатель различные крепления трубок можно сюда приобрести клепки но самые мелкие я не знаю помучаетесь конечно но клепочки бы тут не помешали потому что стачиваются заводские не та история что на тиралах где они смотрятся великолепно еще раз повторю скорее всего эта модель одна из начальных одна из первых сделано немножко по-другому чем те что выходят у эбро сейчас то великолепие которое выходит у эбро сейчас поэтому клепочками тут озадачиться можно они пригодятся вам и в кокпите и во внешнем обтекателе о сеточках я вам уже сказал о шлангах бензопровода сказал о проводах которые идут от трамблера я думаю говорить не надо те кто сталкивались двигателем дфс знает что там по-любому это делать нужно ну и пожалуй все остальное все выглядит великолепно шикарная прорисовка протектор на резине я даже не стал его подтачивать хочу чтобы было такое все блестящее блестящий хром блестящие покрышки не знаю в остальном только головоломка как все это собрать там получается такая мешанина знаете как терминатор который вот обгорел помните там в первой или второй части когда он сгорел и повылазил все это железо вот собрать все это железо а потом светом засунуть в эту сигару это очень 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 непростой процессы и не очень приятный скажу вам но опять же знаю все эти косяки все эти сложности все эти проблемы я безумно доволен тем что получилось жемчужинка на этом пожалуй все у вас наверняка появятся вопросы пишите их комментариях все читаем все ответим но сами моделируйте моделируйте так чтобы ваша коллекция моделей состояла исключительно из жемчужин до встречи ребят пока